Приветствую вас снова на нашем канале личностного развития и путешествий со смыслом Сегодня мы вам покажем, где мы снимаем на Гуа Сейчас мы находимся, естественно, соответственно на Гуа И сейчас мы вам покажем, где мы остановились, сколько мы платим Плюс-минус расскажем расценки, как мы сюда попали Сколько мы платим за квартиру, плюс-минус назовем цены на Гуа Со сколько мы снимаем вот эту чудесную квартиру, вот с таким вот чудесным видом на море В общем, от наших друзей только что поступил буквально 10 минут назад запрос по интернету показать, где мы живем и сколько мы платим Вот, наш друг хочет тоже сюда приехать на недельку-две Вот, и мы ему хотим показать нашу квартиру, близлежащие домики Поэтому снимаем для вас вот это видео Ну, мы бы и так сняли рано или поздно, но, как говорится, лучше раньше, чем позже Вот, собственно, только что мы заплатили за месяц Сейчас я вам покажу немножко вид Отсюда Вот скалы там впереди После скал начинается большой-большой пляж, около там, не знаю, 5-10 километров Несколько городов пляжа занимают Вот это конец пляжа, там нормальный пляж Тут вот скалы, но тоже очень красиво, тут более уединенно, меньше туристов Вон, снизу куча вот как раз идут белые Вот, очень много русских туристов, практически везде слышно, очень много где написано там Еда, там, я не знаю, вареники, там, все что угодно Чай, приходите пить кофе, йога, там Сдаются комнаты, все на русском написано Если вы не знаете английского, тут, в принципе, наверное, одно из оптимальных мест в Индии Вот, ну и реально очень красиво Бегут белочки иногда Вот опять же еще белые туристы Вот девушка идет Вот так вот издалека выглядят эти домики Чтобы вы примерно могли ориентироваться Вот наши домики выглядят примерно так За нами еще одна и вторая комната Там живут тоже русские Один парень сейчас съезжает Мы снимаем реально недорого даже для этого места Во-первых, мы умеем договариваться, в общем, общались И во-вторых, сейчас уже скоро будет заканчиваться сезон Максимум месяц, еще полтора Мы тут как раз месяц и полтора будем А потом говорят, что тут даже что-то затапливает Или что, ну, в общем, постоянно идет дождь И погода меняется В общем, говорят, что через месяца полтора-два Тут уже будет полный хаос А то и через полтора И уже никто снимать не будет Вот, вот это наше место для сидения Тут есть лампа Соответственно, вот тут вот мы сидим, кушаем Ну, если нам надо покушать на улице, соответственно Сверху не промокает Вот, ничего Тут все натянуто брезентом Вот, пока что внутрь ничего, кроме маленьких этих муравьев Не пролазило Вот так вот наши окна выглядят И так будем заходить Вы посмотрите, где мы живем И что мы там делаем Вот такая вот у нас комната Вот у нас такой столик Нам буквально только что его привезли Принесли Хозяин этого места Вот, тут мы сушим нашу одежду Я не знаю, для чего вот эта вот штука Скорее всего, тут сушат одежду Мы так решили У нас тут туристическое полотенце Вот я купил тут футболку Эта футболка стоила Примерно 5 долларов 5 долларов стоила футболка Это туристическое полотенце Она тоже, наверное, стоила около 5-8 долларов И моя куртка Весеннее-осеннее, без подкладки Которую мне необходимо было взять Потому что в Москве было очень холодно Вот, собственно, столик Вода стоит 20 рупий Это примерно 20 русских рублей Или в 3 раза меньше гривен То есть поделите на 3 Будет примерно 7 гривен И вот такая вот вода с лимоном Похожа на 7-Up Стоит 45 Рупий Вот, тут мы оставляем наши телефоны Там всякая Такая вот фигня Вот, тут Постель, соответственно, наша Постель Здоровенная на двоих человек Можно как угодно Руки, ноги Разбрасывать Мы даже не смотрели, если честно Что там внутри Нету постельного белья Но мы обычно накидываем Вот так же само Наш спальник И вторым спальником укрываемся Говорят, что в Индии достаточно Не очень чисто, так скажем И могут быть всякие проблемы Но тут достаточно чисто Это на удивление Если честно, это, наверное, один из самых чистых Гасхаусов Которые мы видели до сих пор Вот, что у нас Это наши рюкзаки Под кроватью что у нас делается? Ничего не делается Вот, можем заглянуть под кровать Все чисто Вот, пол очень чистый Так вот пол наш выглядит Можете посмотреть Вот наши тапочки Мы обе пары тапочек покупали здесь Тапочки стоят Тапочки стоят Я даже не помню сколько Примерно около двух долларов Квантошенел Восилэмбро Около, наверное, двух долларов Каждая пара Каждая тапочек Вот мои тапочки Примерно вот такие вот Тапочки Габриэль Обычные вот сланцы Полтора доллара Мои тапочки стоили еще Десять лет, чем ее Мои тапочки стоили Полтора доллара Ее тапочки 90 рупий 100 рублей русских Тапочки стоили Эти не помню сколько Около двух долларов, наверное Вот, пол чистый Еще один Столик Такой вот стол Хлеб этот мы купили За 10 рупий 10 рублей всего Хороший, кстати, достаточно хлеб Вот Большие мы покупали по 20 Папайи Вот это вот папайя Тут стоят около 20-25 рублей килограмм Естественно, как я говорю Гривны делите на 3 Будем в рублях Потому что рубль близко к рупии Пока я все помню Дезодорант мы тоже тут покупали Наверное, около 60 рупий 60 рублей Да, кстати говоря Дезодорант мы купили просроченный Смотрите обязательно На даты То есть он был просроченный В 2015 году Сейчас 2016 И так же 0,3 Вот, ну ладно 60 рублей Мы не умрем Что-то у нас еще Это Как оно называется Пчелиная пыльца Мы еще из Одессы Ее привезли Вот тут куча Различных овощей Фруктов Сейчас мы вам что-то покажем Наверное Мы, наверное, сделаем Обзор еще фруктов Потому что мы купили Несколько экзотических Фруктов интересных Вот Пирожочки Тут какие-то В общем Зелень стоит 10-15 Вот такая вот Зелень Это салат 15 рублей И два неизвестных Нам фрукта Мы будем вам делать Скоро Вот обзор Буквально через 10 минут Когда покажем Вам это вот видео Это драгонфрут И еще один Неизвестный Нам фрукт Драгонфрут Стоил примерно Около доллар-полтора И этот Не помню Сколько стоил Около доллара Наверное Чуть менее доллара Тут вот мы пирожки Два пирожка купили По 10 Рупий И тут у нас Много всего Морковка Не помню Сколько стоит 20-30 Рупий Килограмм Помидоры 20 Рупий Килограмм Лук Тоже около 20-30 Рупий Килограмм Огурцы 30 По-моему Или 40 Огурцы 40 Рупий Килограмм Но мы купили Их чуть-чуть И перец По-моему 50 Рупий Килограмм Если я не ошибаюсь Вот это все нам Вывесило 60 Нет Меньше даже Еще я купил Арахис Где-то Вот такой вот Арахис Он прямо в земле Такого я не видел Прямо грязного Арахиса Еще никогда Вот эти 300 грамм Арахиса И вот Килограмма Полтора Два Этих фруктов Стоили 60 Всего Рупий То есть Примерно Около доллара Даже меньше Доллара Все это стоило Вот И так же Вот у нас Еще тут Зелень Какая-то Тоже мы покупали По 10 Рупий Вот Что Вот такой вот Сувенир мы купили Кожаный Кожаный сувенир Стоит 150 Рупий На руку одевается Вот такой вот Кожаный Браслет Вместе с кошельком Вот Ну собственно Все Идем показывать Ванну Вот так вот Еще раз Покажу примерно Как мы выглядим Вот Габриэль сидит Она стоит Бесконечно А Так же тут Три вида света Тут свет Есть Тут свет Есть Работает Вентилятор С 1 2 3 4 5 Скоростей Сюда Если вы хотите Заряжать Несколько Штук Различных То лучше Покупать Вот такой вот Переходник Этот переходник Наш Мы брали с собой То есть На 3 Разветвитель И там Вы уже можете Пользоваться И ноутбуком И заряжать Телефоны И кучу Всего разного Стекло Вот тут Вот есть Что Бриться Не знаю Все что угодно В общем Делать Вы знаете Что нужно Стекло Я надеюсь Вот Кран Все работает Вода течет Более менее Чисто Все Закрывается Открывается Тут вот Столешница Не знаю Как это назвать Вот Габриелины Бразильские Какие-то Штуки Чтобы расчесываться Купили мы Два Мила Мила Всего Стоит 5 5 Рупий То есть 5 рублей Считайте Наших Вот Итак У нас Закончилась Батарея Но мы Поменяли И продолжаем 5 рупий Вот это 5 русских Рублей Или Полторы Гривны Для Украинцев Вот Еще раз Как тут Швы Все Выглядит Вот Такая Вот Штука Для того Чтобы никто Не видел Кто там Купается Кто там Не купается Вот так Вот еще раз Это все Смотрится Коврик Еще раз Отойду Коврик Лежит на полу Вот Еще раз Стыки Смотрите Вот сверху Одна лампа Вторая лампа Как по мне Нужно Из туалета Выкрутить Такую же лампу И поставить сюда Так как Эта лампочка Светит Достаточно Тускло Тут Если закрыть То днем Темновато Вот так Вот примерно Днем Это выглядит Темновато Достаточно Но очень красиво Ночью Тут достаточно Светло Как ни странно Днем Темновато С одними Тем же Светом Вот Давайте Я вам покажу Туалет Наш Туалет Собственно Тут Так же Само Вот Гель для Душа Нож С авокадо Брей любит Авокадо Душ Работает Как ни странно Штука Чтобы мыть ноги Работает Как ни странно Есть ведро Для воды С Черпалкой Так сказать Есть Вот еще Чтобы смывать Тут что-то Если что Грязное И работает И работает Туалет Все достаточно Чисто Красиво Вот так Вот все Выглядит Естественно Не идеально Но Относительно Лампа Сверху Экономка Я вот Все Я думал Переставить Хотя Тут Нужна Наверное Лестница Или Может Мне Залезть На Этот Столик Вот Еще раз Посмотрим Что там Снаружи Вот Еще раз Покажу Нашу комнату Мельком Я Примерно Уже А Цены 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 Давайте Я все Таки Покажу Что Происходит Наружи Вот Опять Русские Туристы Ходят Что-то Покупают Тут Огромный Можно Проходить По улице И покупать Все Что угодно Смотрите Наши Другие Видео Вот Мы Видим Какое-то Серебро Там Продается Какие-то Украшения Вот Кожаные Эти Штуки Кошелечки Разные И так Далее Вот Сувениры Различные Индийские Там Тарелочки Какие-то Там Шивы И так Далее Будды Вот Так Вот Смотрится Все Кокосы Вот Растут Прямо Тут Можете Не знаю Камнями Их Позбивать Вот Еще раз Покажу Что тут Происходит Море Очень Тепло Около Тридцати Наверное В таких Штанах Меня Никто Не признает Вот 350 рублей Так же самое Я сказал Около Пяти Долларов Чуть-чуть Чуть-чуть Меньше Считайте 4,5 Доллара Вот И Давайте Теперь Поговорим Чуть Поближе Камеру И поговорим О ценах На квартиры Итак Одинаково На Ум Сказе На 50 Рупий Скажут Дороже Если Вы Будете Вдвоем А тем Более Втроем Первый Раз Мы Пришли Сюда Спросили Сколько Было 400 Рупий Я Говорю Ну Надо 300 Мы Вообще Будем Снимать Подольше Мы Думаем На месяц Снять И Говорю Ну 300 300 Вот Я Как бы Готов Я Сразу Платил За 2 Дня 300 Рупий В смысле 600 Рупий За 2 Дня Что Примерно Ровняется Ровно Ровняется 9 Долларов То есть 4,5 Доллара За ночь На двоих Вот тут Вот Wi-Fi Тут есть Еще раз Говорю Если Я не сказал Сказал Не сказал Wi-Fi Бесплатный Он есть Он не очень Быстрый Но Нормальный Интернет Адекватный Более-менее Если вы Не будете Смотреть Там Какое-то Там Супер Телевидение То вам Хватит Его В принципе Онлайн Ролики На Ютьюбе Мы Загружали И Смотрели Вот И Соответственно Сейчас Что-то Как раз Делаем Подобное Вот И Сегодня Мы договорились Буквально Час Назад Мы Парнем Вот Мы Сняли То есть Получается 9 тысяч Если Платить По 300 Рублей За день Это Получается Около 9 тысяч Рупий За месяц Сейчас Курс 67 Рупий Один Доллар Вот Соответственно Если у меня Доллар 100 долларов Будет Примерно 6700 Рупий Вот Мы Так как Мы Менять Особо Не хотели То мы Я хотел Дать 100 долларов Парню Вот Хостеру Соответственно Владельцу Отеля Соответственно И говорю Ну давайте Вам 100 долларов Да Мы чуть накину Сверху И мы торговали Достаточно Долго Ожесточенно Но так как Сезон Заканчивается Тут все платят Немножко дороже Открою вам страшный секрет Специально для нашего канала Вот Он попросил Никому не говорить В среднем Тут платят До 10 тысяч Рупий За месяц Соответственно Если 400 рупий Выходит Квартира В день То Получается 12 тысяч За месяц Он Скидывает До 10 И продает За 10 Иногда За 9 Наверное Не знаю В общем По крайней мере Как он сказал Ну и мы спрашивали Девушка снимает За 400 Вот собственно И все Надеюсь Наши друзья Будут довольны Тоже приедут К нам Хотя бы На недельку На 2 Сюда На Гуа Сейчас мы Снимаем Немного На другую камеру У нас Закончилась Память Наша Новая камера Вот Ну и Мы вас Приглашаем На Гуа Отдыхать Тут Название Нашего Отеля Ганеш Ом Ганеш Называется Тут в принципе Еще десяток Отелей По дороге По пляжу Если вам тут Прямо Вот именно Конкретно Тут не понравилось Или вам нужна Там Я не знаю Горячей воды Тут нет Если вам нужна Например Горячая вода То наверное Вам придется Все таки В более дорогом Каком-то Отеле Остаться Тут отелей С десяток Наверное По этой дороге Тут Несколько городов Больших Таких И Пляж Очень-очень Длинный То есть Естественно Там всяких Хостелов Отелей Целая куча Так что Варианты выбора Тут всегда есть И можно поближе Там я не знаю Городу Прямо в городе Тут есть Соответственно И городок Небольшой Вот который Арамболь Называется Вот собственно И все Надеюсь вам понравился Наш обзор Нашей квартиры Вот Цены Цены нас в принципе Более-менее Приятно удивили У нас денег Конечно уже Осталось под счет Поэтому Цены Это приятное Дополнение К такому Хорошему отдыху Вот И советуем Приезжать сюда Тоже И надеюсь Наши друзья Приедут через Пару недель И мы с ними Увидимся А на этом Я буду заканчивать И так Надеюсь Вам понравился Наш рассказ О нашей квартире О том месте Где мы живем Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Смотрите наши Другие видео Мы еще будем Путешествовать Около трех месяцев По Индии Будет еще Много интересных мест Также будем Путешествовать По Гуа Посмотрим Еще какие-то города Будет много Интересного Другие еще Страны Потом будем Возвращаться В Москву Потом будем Возвращаться В Украину Возможно В этом году Еще съездим В Крым И постим Много других Интересных мест Подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки Пока-пока Пока Пока